Приветствую вас, Кристина. Давайте мы разберемся с тем, что вы написали. Я попробую ответить вам на вопрос, который вы задаете. И сразу скажу, что ситуация выглядит несколько странной, потому что, ну, во-первых, ни метод трех «да», ни, собственно, сама постановка вопроса, которая звучит в вашем сообщении, не свидетельствует о том, что между вами и вашим мужем есть доверительные отношения, что между вами и вашим мужем присутствует, имеет место быть контакт психологический. Нет такого чувства, что вы понимаете друг друга с мужем. Вот. И, понимаете, Кристина, какой момент? Вы говорите, как сказать или написать мужу о том, что нам нужен отпуск. На самом деле, здесь ключевая ошибка. Нам. То есть, понимаете, вы хотите в отпуск, Кристина. И вам нужно открыто заявить об этом. Для начала просто признаться себе, что я хочу в отпуск. Понимаете, я не знаю всей вашей ситуации, я не знаю всей вашей истории, но вы свое желание, значит, допустим, отпуска хотите сделать желанием обоих людей. Тем самым вы, как бы, пытаетесь своего мужа подчинить и подавить. Это очень деструктивная позиция в отношениях. Это первое. Второе. Вы говорите про финансы, чтобы финансы пополам или чтобы он оплатил? Здесь, если честно, у меня возникает к вам следующий вопрос. Какая финансовая организация у вашей семьи? Ну, то есть, вы муж и жена, вы находитесь в браке оба, какая у вас финансовая организация? То есть, почему у вас вот этот вот вопрос об оплате отпуска всплывает? То есть, если у вас, например, бюджет раздельный, то само собой разумеется, что оплата будет пополам. Если у вас бюджет общий, то вы просто берете деньги из общего бюджета и все. Если, допустим, добытчиком является ваш муж, ну, только муж работает, хотя здесь это, мне кажется, не про вас, потому что вы пишете, что финансы пополам, значит, деньги у вас есть. Если муж добытчик, то, соответственно, он оплатит. То есть, не очень здесь вот понятна связь вашего заброса такого, да, и финансовой организации семьи. То есть, по идее, именно то, как сейчас вы распоряжаетесь своими финансами, именно это и определяет то, кто будет, кто и в какой мере будет оплачивать отпуск. Дальше. На сколько вам важны деньги? То есть, опять же, у меня возникло такое чувство, что вы, как будто, хотите, вот, не хотите брать на себя полностью ответственность за свое желание отпуска. То есть, вы хотите, чтобы, ну, чтобы он оплатил весь отпуск, или чтобы это была только половина. Из этого явно вытекает какая-то проблема. Из этого явно чувствуется наличие какой-то проблемы, но я не очень понимаю, какой. То ли вы жально ссоритесь по поводу денег, то ли, то ли здесь есть что-то еще. Но в любом случае, Кристина, эээ, вот это и последнее ваше предложение свидетельствует о том, что между вами не все в порядке. То есть, между вами и вашим мужем не все в порядке, к сожалению. И мне кажется, что здесь не столь важно, поедете вы в отпуск и на чьих условиях, на каких условиях, точнее. А здесь гораздо важнее то, как вы видите будущее ваших отношений вообще. И дабы таких вопросов у вас в дальнейшем не возникало по какому-либо другому там поводу, желательно бы поработать именно над отношениями и гармонизировать отношения, чтобы они стали более доверительными, более открытыми и так далее. Может быть более искренними, эээ, может быть те проблемы, которые у вас есть, те разногласия, которые у вас есть, те камни подворчные, которые у вас есть, эээ, в отношениях, чтобы их не было. Далее, вы пишете, эээ, не услышав от него отказ. Эээ, Кристина, вы обращаетесь к психологу. Эээ, вы знаете своего мужа идеально. Ну, с нашей точки зрения, вы знаете его лучше всех. Как, по вашему мнению, психолог может дать вам стопроцентный вариант ответа, не зная при этом ни вас, ни характера ваших отношений, ни вашего мужа? Я понимаю, что вы не хотите услышать от него отказ, но для этого нужно сделать анализ ваших отношений, для этого нужно лучше узнать вас, лучше узнать вашего мужа, чтобы подобрать наиболее эффективную модель поведения, чтобы добиться вашей цели. Это возможно. Но даже в этом случае стопроцентный вариант, стопроцентные гарантии точнее, простите, не будет. И не может быть. Далее, что для вас означает отказ вашего мужа? То есть, ну вот он вам отказал, ну вот он не захотел. Вопрос заключается в том, чего он не захотел. Вы можете поехать в отпуск одна на свои деньги, тем более, что финансы пополам, но это вы готовы. То есть, у меня возникло ощущение, что у вас с мужем разные представления об отдыхе. И у меня возникло ощущение, что вы не удовлетворены тем, как вы отдыхаете. То есть, это проблема, это проблема достаточно такая, ну, встречающаяся. Вот. И с этим можно работать. Если опять же у вас есть друг к другу чувство, если у вас есть друг к другу... Если у вас есть желание работать над отношениями и гармонизировать их. Что касается денег, что касается того, что вы не хотите услышать его отказ, это куда более серьезная проблема. Это свидетельствует о том, что вы думаете здесь о себе и совершенно не думаете о муже. И вот это, конечно, очень тревожный звоночек для, опять же, будущего ваших отношений. Потому что вы можете оперировать тем, что вы хотите отдохнуть, вы хотите в отпуск. И даже если муж не хочет в отпуск, он обязан, как муж, придаст вам возможность отдохнуть. Вы можете оперировать заботой о муже и, соответственно, как бы представиться так, что это для него нужно, что ему нужно отдохнуть, что для него необходимо съездить в отпуск. Типа, вы заботитесь так о нем, но это все нужно делать, конечно, деликатно и с умом. Но если вы поднимаете финансовый вопрос, если вы поднимаете вопрос непринятия несогласия вашего мужа, непринятия отказа, то это вас только отдохнет. И вам, Кристина, нужно выбрать, готовы ли вы пожертвовать ради, там, достижения, допустим, своей цели, собственно, близостью, истинностью, психологическим контактом будущего вашего брака или нет. Вы можете выбрать гармонизацию отношений, и, возможно, в этот раз вы в отпуск не поедете, но если вы будете гармонизировать ваши отношения с мужем, то в следующий раз, я думаю, что он, возможно, сам предложит вам поехать в отпуск. Есть здесь еще один важный момент, который мне хочется обратить ваше внимание. Дело в том, что отпуск – это возможность побыть с вами вдвоем для него. И здесь нужно спросить себя, а какая может быть мотивация у мужа побыть с вами вдвоем? Почему он должен хотеть побыть с вами вдвоем? Может быть, стоит поменять свое поведение для того, чтобы стать для него более привлекательным и тем самым повысив для него желанность проведения отпуска с вами? Подумайте об этом, Кристина. Это очень важно. В целом, вот такую обратную связь вам можно дать. Я не рекомендую принуждать вашего мужа к чему-либо, если вы хотите сохранить отношения на здоровом уровне. А я рекомендую вам все-таки посмотреть на причины того, что сама такая постановка вопроса, вот как вы ее презентуете нам, возникла. На этом все. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. И помните, что нет какого-либо волшебного способа, средства для того, чтобы что-то сказать. Если вы хотите что-то сказать, лучшее, что вы можете сделать, это сказать как есть, но сказать это в контексте себя. То есть не в контексте, что нам пора, а в контексте, что вы хотите. Это будет самое оптимальное. Если человек идет на встречу вам, он это примет. Если человек не идет на встречу вам, он это не примет. Но это означает наличие более глубоких проблем, которые нужно решать. Тут все зависит от вашего желания, конечно. Всего вам самого доброго и удачи.